окей вопрос очень хороший поповой алена говорит благодарю принимая все взрослые формируют ценности ребенку а как бы с новыми детками мудрость которых намного выше знаний и опыта моего опыта бабушки опыта бабушки нагремать детях индика ну в общем то моим пониманием чем дети которые приходят они это старшие души потому что как про между седьмого колена все вместе и приходят души которые покинули тело раньше то есть они были старше в теле да и вернулись новым опытом они конечно еще не помнят но получает новый опыт и поэтому и для них старше в этом лагере здесь на этой среде как бы с этими детишками как их обучать смотрите мы понимаем все очень просто эти души какие бы ни были мудрецы был бы сам может быть царь соломон вот пришел в вашу семью не просто так для того чтобы получить ваш опыт получить ваш опыт и помните что мы взрослые отвечаем за детишек за детей мы должны дать помочь им осознать свое предназначение осознать свое предназначение это номер один мы не должны пытаться детям прививать те занятия те навыки делать то что мы не успели сделать вот я хотел чемпионом быть олимпийских игр по боксу а я стал только мастером спорта сынок ты меня сейчас будешь боксером все иди тренируйся а нужно помочь ребенку рассмотреть его талант с какой задачей он пришел и его принять и давать ему тот опыт который видите вы что он пришел к вам не просто так он пришел за вашим опытом и сначала может быть ваш опыт затем он может реализовать свой опыт затем когда он получит все постепенно последовательно постоянно не все сразу поэтому не нужно здесь стесняться что вот ребенок такой дитя индиго я тут понимаешь 60-е годового то что я тут понимаю что ты куда со своими там сезонистическим взглядом не переживайте бабушка вы дадите ему то что ему нужно просто правильно это делайте помогать ребенку открыть его талант найти обязательно помочь ему найти то что ему нужно как правильно это сделать не навязывая свои ценности отдавая ребенку возможность выбрать самому что ему нужно вот это очень важно то есть самое важное помочь душе и осоединить ум с душой развивать духовное чувство жить по чувство не от ума не навязывая ограждая поскольку изначально мы когда ребенок это чистое листно в этой в этом в этом теле и социум навязывает эти ценности ценности обижаться да вот обиделась тебе что-то принесут обидеться где-то новый ценности хорошо записал формируем новые ценности правильные ценности чтобы ребенок правильно развивался с точки зрения найти и исполнить свое предназначение надеюсь я ответил на этот вопрос следующее что у нас еще есть как убрать обиду от отца который ушел из семьи окей ну у меня подобная ситуация была только тоже манусла прошлись когда я был мне было пять лет буквально окей и опять же как есть как как я говорил все кроется я вижу ответы на все вот эти претензии все эти проблемы очень просто осознание того что эти условия даны мне со для самого наилучшего моего опыта для самого наилучшего опыта так должно быть и я говорил раньше хорошо в этом видео не говорил скажу так а мое глубокое понимание мое личное понимание чтобы то что нам не хватало до полового созревания это то когда мы живем на личника на своей собственно на карме родителей после полового созревания мы переходим уже на свою карму и мы зарабатываем грехи и и отрабатываем карму вот то что мне не хватало с детства изначально это то на чем мне нужно работать вот тот фильм который видите на примере отношений мамы с папой тот фильм который крутится да вот эти вы такие сидите и смотри вот эти все свои там одиннадцать-двенадцать лет мальчики там до четырнадцать сюда вот то что вам не нравится посчитайте что у вас будет такой же самый фильм только к нему еще добавится ваша карма она ухудшится во много раз с вашей кармой если вы не будете ничего делать то если вы будете по протоптанной корее ничего не будет делать то у вас будет такой же фильм продолжаться и отсюда мы говорим потом почему появляются всякие там проклятия семейные сглазы семейные семейные проклятия да и так далее потому что мы по корее живем большинство из нас живет по корее мы же впитываем и тот образ жизни мы идем по протоптанной дороге который получили от наших родителей так вот такие тренинги семинары сегодня друзья есть такая возможность быть осознанным осознавая то что то что я имею и мне не нравится это первое что я должен научиться получать если я родился без папы если я девочка была без папы но я всегда я без папы вырос то есть что у человека я не получил чего умение быть ответственным мне говорится что мне нужно учиться мне ответственность папа что дает сыну ответственность умение общаться в социальную обществе умение ухаживать за женщиной брать за себя ответственность и так далее мне этого папа не дал и что значит это моя задача дорогой Ярославчик это твоя дорогая задача понял ты должен сам учиться если ты была большей благоди тебе было хорошие отношения папы с мамой ты бы что-то другое взял А это у меня задача. Поэтому, наверное, и получилось, что в 16 лет я начал изучать книги по семейным отношениям. Сам не знаю, удивляюсь до сих пор, почему я даже начал изучать книги по семейным отношениям. Я в шоке просто. Я спортсмен, я мужик учился в военном училище, начал изучать книги по семейным отношениям. Сегодня я понимаю, почему. Сегодня я понимаю, почему. Итак, друзья, у нас время подошло, простите, пожалуйста. Вот, пожалуй, все. Я сказал, здесь контактная информация у нас есть. Заходите на YouTube, информация, канал наш Веда Дум. Также у нас есть канал на Telegram, Веда Дум. Можете заходить, там много информации мы кладываем. Ну и, конечно же, будут вопросы, пишите нам в наши соцсети. Надеюсь, я сказал, вы услышали что-то, что-то многое увидели, что-то многое узнали, возможно, или просто осознали. В общем, все, что я говорю, это ничего есть новое, это все есть пространство, это все Господь нам дает. Мы просто транслируем, и я показал вам с другой стороны. Возможно, надеюсь, что вы прочувствовали что-то, может быть, просто осознаннее стали. И, если что-то полезное, пользуйтесь сами, делитесь другими. Не помните, формула есть 6-п, обучение Тараслава Монова-Воронцова в дополнение к формуле 5-п, как достигать успеха, как нужно правильно учиться, чтобы передавать эти знания другим. Пользуйтесь сами, делитесь другими, обсудите, научите кого-то. Если вы кого-то научите, потому что вы что-то сами сегодня узнали, значит, нам у вас закрепиться, и вы посеете, как говорит Елена Тараславовна, 7 благости. Друзья, всем благости, любви, радости, мангстэ, всем самое хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok